хочу ответить на вопрос меня зрительница спрашивала как и на чем стоит вот эта вот тарелочка с двумя гномиками елочка тарелочка виде елочек это у нас подставочка вот такая вот она выполнена из акрила для тарелочек можно декоративные тарелки можно не декоративные и очень удобно она еще и складывается есть они поменьше побольше такие подставочки сейчас я покажу поставлю тарелочку вот и тарелочка на подставочке будет стоять также с этой подставочкой вот маленькая побольше и есть еще средние маленькую можно использовать наверное под маленькую тарелочку а вот эту большую под среднюю и большую я рекомендую все-таки купить побольше подставку так как маленькие подставки большие тарелочки держат с трудом допустим эту елочку вообще не будет держать потому что у нее видите не хватает ей размера для того чтобы поставить ножку круглую можно поставить но все равно неудобно вот маленькая неудобно лучше всего приобрести побольше и тарелочки будут у вас стоять здесь есть как раз вензеля вот эти вот для того чтобы ставить сюда тарелочку и она держалась не спадала я похожее делала сама но они были не они не складывались не раскладывались они были стационарные так вот тарелочка здесь смотрится вообще сама тарелка произведение искусств кстати была куплена фикс прайс наверное помнят эту коллекцию очень красивая зимняя беру освещение покажу ее вот так люблю такие тарелки они необычные в посудомоечной машине наверное их нельзя мыть не знаю но смотрится прям как сказка сказка а про подставочку я вам ответил если допустим она вам не нужна будет ее можно сложить так вот сложить все так же мы сюда поставим сейчас ты как раз края елочки тарелочки очень удобно встают так что маленькую я вам не рекомендую покупать подставку но можно среднюю и большую мне вот так вот смотрится сейчас столешница на кухне мне очень нравится вот это вот тарелочка поднос кто сомневается купить или не купить если она вам нужна то советую очень удобно и стоит здесь допустим вот мы чай садимся пить я в эту тарелочку накладываю что-нибудь там бублики мужчинам своим пирожки когда пику можно даже подать блинчики на все что угодно нарезку из овощей а когда вот она пустая я доставлю сахарницу чашечки и выполняет роль подносом стоило на 199 рублей по моему сегодня пришло время подкормить мои любимые зеленые растения вместе с вами во влоге мы их и подкормим что для этого нужно мне нужна вода которая отстоялась вот у меня бутылочка сахар можно кусковой можно песок и на один литр ложку сахара я всегда поливаю и удобряю литраж у меня полтора литра поэтому все просто посчитать если на литр одну ложку значит на полтора литра в полторы ложки я делаю вот такой вот конус и сыплю сахар полторы ложечки сахарницу закрываю обязательно закрываю бутылку и хорошенько размешиваю взбалтывая я размешала сахар хорошо бутылки встряхиваю ее и убедиться что сахар растворился можно не взбалтывая бутылку посмотреть осадок есть сахара или нет у меня осадка нет сахара он весь растворился теперь я открываю бутылочку и буду удобрять поливать свои растения которые находятся в квартире и те растения которые у меня находятся на лучшее у меня замя кулька который я очень хотела купила и он меня подрос подрос у меня хорошо стал высоким о нем позже я расскажу и буду плевать но перед тем как удобрить сахаром нужно за день пролить растения я вчера провела растения все а теперь просто-напросто проливаю их удобрением сладеньким так как все растения любят сладкое не только мы люди поливать удобрять сладким нужно не чаще чем раз в месяц я пойду полью по всей квартире цветочки удобрю а потом мы вместе с вами сходим на лучшее и там польем свои растения я на лучшее и буду удобрять поливать сладким это у меня вот такой вот красивый цветок кала клубневый кала в большом горшочке моего удобрим декабрист не буду удобрять кротон обязательно удобрю здесь у меня наверху находится хая ее я не удобряю удобряю бальзамин затем розу и сверху все растяжки давайте хорошенечко польем нашу калу и напоминаю что за день нужно обязательно за день полить растения и здесь у меня мои цветы которые цветут их обязательно тоже сейчас польем и конечно же наши цветочки будут нам благодарны за то что мы их подкармливаем не просто удобрениями но и сладеньким а